Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и в прошлом видео мы выкатили из ангара Чифтейном, который сейчас идет в комплекте с HTC. И, как я обещал в предыдущем видео, в этом видео мы с вами заценим непосредственно Т-28, посмотрим на что она способна в бою. Ну а если вам этого недостаточно, то в описании к видео я обязательно добавлю ссылочку на абсолютно честный обзор на данную машину. Что касается набора, то свое мнение я уже высказал. Кратко скажу, набор далеко не для каждого. Почему? Переходите по ссылке в описании или посмотрите просто предыдущее видео, если его еще не смотрели, и поймете, что такое Чифтейн. Вот тогда уже и будете думать, стоит вам брать этот набор или нет. Что касается Т-28 концепта, то мне, честно говоря, машина плюс-минус нравится. Да, это далеко не самый подвижный танчик, а точнее далеко не самая подвижная ПТшка. Да, у нее с одной стороны крутая броня, а с другой стороны есть куда пробивать. Но своих 3,5 тысячи голды, пускай даже вот в таком состоянии, а именно с открытым всем оборудованием, можно сказать, что ПТха стоит. И я бы, честно говоря, не имея ее, наверное, все-таки прикупил бы ее. Но это опять-таки я. Что касается вас, то пишите свое мнение в комментариях, так как мое мнение исключительно субъективным. Перед тем, как с вами заценим HTC, хочу обратить ваше внимание на запуск нового проекта. Это проект GSN Games. На данном канале я планирую публиковать видео по разным видеоиграм, как онлайн, так и офлайн, играм разных стилей, разных тематик. Друзья, поддержите лайкосом, перейдя по ссылочке, и обязательно подписывайтесь на мой новый канал. Спасибо вам большое. Все ссылки добавлю обязательно в описании. Также есть канал Зёзя, который посвящен исключительно Майнкрафту. Но это уж совсем для любителей конкретно Майнкрафта. Ну а что касается Т28 HTC, то машина почему интересная? Потому что действительно обладает броней. Многие пишут по поводу того, что, блин, да она прошивается восьмерками вполне спокойно. Ребят, давайте будем мерить машины своим уровнем. Если мы говорим о том, что Т28 HTC это семерка, то на своем седьмом уровне она очень сложно пробивается. И далеко не всеми машинами, и далеко не очень легко это происходит. Что касается среднего бронепробиваемости у нас конкретно, то всего лишь 190 единиц и 310 единиц альфы. То есть альфа неплохая, а вот что касается пробития, то маловато. Особенно, когда действительно с восьмерками встретитесь, ну прям совсем пробития не достает. Что касается угла склонения орудия вниз, всего лишь минус 4, это действительно крайне дискомфортная ПТшка для игры на каких-то неровностей. Но туда до неровности еще доехать надо, потому что у вас всего лишь 29 км в час вперед и 10 км в час назад. Тоже далеко не самый классный показатель, но все-таки для новичка может даже и подойдет. Потому что вы не успеете приехать туда, где вам быстро морду набьют, а будете добираться туда какое-то время. Ну и соответственно за это время что-то поймете, что с этим всем делать. Что касается времени сведения и разброса, заценим непосредственно в самом бою, а время перезарядки очень комфортное. 7,7. Что касается ДПМ, то 2400 для семерки очень даже приемлемый показатель. Но все-таки HTC, даже с учетом того, что ее аппали, невозможно заценить исключительно по тем цифрам, которые вы видите в таблице. Это одна из тех тачек, которые действительно стоит попробовать. Когда-то я очень сильно плевался в отношении HTC и понимал, что эта машина далеко не самая классная. Но только до тех пор, пока ее не апнули и пока я себе ее не приобрел. Что касается бронирования, то да, по корпусу здесь есть серые зоны в виде планки. Ну а самые известные уязвимые места, это вот эти вот, не знаю как их правильно назвать. Давайте назовем их плечами условно. Так вот эти вот плечи, это действительно два вот таких вот серых пятака, которые восьмерками пробиваются вообще на ура. Семерками выцеливаются. Почему говорю так? Потому что здесь есть приведенная броня и поэтому для восьмерки данная серая зона, она будет гораздо больше. Ну а для семерки, соответственно, будет меньше, потому что здесь приведенка будет начинаться для нее гораздо раньше. Вот такая вот HTC и если вы хотите абсолютно честный обзор на нее, то ссылочка есть в описании. Сейчас берем машину и поехали просто на ней покатаемся. Ну что, друзья, давайте будем начинать с подвижности. В целом, я бы сказал, что 29 км в час вперед, это действительно очень мало. Но прикол заключается в том, что с места HTC едет вполне себе нормально. То есть с места вы начинаете двигаться вполне себе приемлемо. То есть она не тупит, нет необходимости долго ждать, пока она раскочегарится. Но дальше приходит вот это вот ощущение недостатка подвижности. В смысле того, что вот прямо вот сейчас хочется, чтобы ехала быстрее. А все, ограничение 29 км. И дальше ты уже никуда не едешь. Что касается комфорта. Ну, в отношении комфортного выцеливания, мне нравится то, что здесь угол поворота орудия вправо-влево. То есть... Сейчас, секундочку. По горизонтали он очень приемлемый. То есть нет необходимости доворачивать корпусом, как у многих ПТ-шек. Вы вполне спокойно можете выцеливать вот отсюда и заканчивать тем, что сводится вот сюда. И при этом все, ваш корпус стоит на месте, вы не шевелитесь. Ну и, соответственно, не сбиваете лишний раз свой прицел. Да, и лишний раз руки свои не утруждаете поворотами корпуса. Что касается точности по орудию. Точностью орудия действительно обладает. Время сведения в целом приемлемое. К нему просто необходимо привыкнуть. И не то, чтобы будет вам счастье. Но несчастья особого не будет. Что касается возможности выцеливать кого-то, кто внизу находится. Ну, крайне неприятно. Действительно очень неприятно, потому что орудие вниз не гнется. Это факт. Что касается старострельности, то скорострельность присутствует. Плюс к тому, если вдруг там адреналичик подключили, то уж точно успеете перезарядиться для того, чтобы еще одну тычку дать. Ну и что стоит помнить о HTC. HTC это тот танк, который ни в коем случае нельзя подвигать вблизь к своим соперникам. Но не потому, что они с легкостью вас разберут, а потому что они с легкостью вас закрутят. А это уже совсем другой разговор. Что касается маневренности машины. Когда вы едете, то в целом поворачивать вправо-влево очень комфортно, очень приятно. Нет никаких проблем с этим. Не успел добрать. Обидно было бы два фрага на счету. Ну и вот когда вот так все в бою уже сложилось, то вы можете вполне спокойно ехать вперед, раздавать тычки. Ну и соответственно набивать урод. Меня сейчас спрашивают в отношении того, что брать. Брать себе Шкоду 45-ку или брать себе HTC. Я вам так скажу. Мало того, что я бы для себя выбрал Т28 HTC, так я бы еще и сказал, что в этом наборе 8 и 7, на удивление, по крайней мере по моему скромному убеждению, 7 гораздо более годная, нежели 8. Но опять-таки это мое субъективное мнение и вы свое обязательно пишите в комментариях. Ваше мнение важно тем зрителям, которые пытаются принять взвешенное решение по поводу того, стоит покупать или нет. Я считаю, что за 3500 даже в голом состоянии, если вы не брезгуете играть на танках 7 уровня, то HTC, с учетом того апа, который с ней произошел, вполне себе годная ПТ-ха для любителей ППТ-шить на средних и дальних расстояниях. И тех ребят устроит эта машина, которые не торопятся в бой, которые неспешно подъезжают к зоне боевых действий, ну и соответственно делают свой вклад в победу своей команды. Мне лично HTC именно этим и нравится. Не подставляйтесь, не высовывайте плечи, да и в принципе я думаю, что и отхватывать вы не будете. Что касается моей результативности, то 2200 по сравнению с лидером нашей команды, то безусловно с существенным его отрывом на 500 единиц, но обратите внимание, я семерка, которая играла против пяти восьмерок. И в целом считаю, что при таких условиях развесовки команд, мой результат вполне себе даже годный и приемлемый. Опять-таки, мое субъективное мнение, ну и кто ж меня похвалит-то лучше меня. Разве что вы в своих комментариях, за что я вам буду благодарен. Обратите внимание на мой новый проект, я буду безумно вам благодарен, если вы перейдете по ссылкам. Поставите лайкосик к тому видео и обязательно на тот каналчик подпишитесь, потому что на том канале вас ждет тоже много всего интересного. Я уже над этим работаю. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.